Хоккеисты Казанского Динамо возобновили свои тренировки дома. 1 ноября в Новосибирске стартует Кубок России, где в четвертьфинале подопечные Владимир Янко сыграют с уральским трубником. Сейчас команда наигрывает комбинации и приходит в форму. После выступления на Кубке мира в Швеции, где динамовцы заняли второе место, в составе казанцев много травмированных игроков. Несмотря на травмы, большинство хоккеистов полны решимости и настроены на победу. Для подготовки к кубковому матчу казанские динамовцы вынуждены ездить на высокую гору. Место для тренировок – обычная хоккейная площадка спорткомплекса «Биектау». Представителям русского хоккея на ней немного тесновато. Так сложилось, что на данный момент нет большого поля в Казани, приходится кататься в коробке. Но что сделать? От этого не уйти, а кататься надо. Можно сказать не впервой, но тем не менее обидно, конечно, иметь два искусственных катка, хороших в республике и в первую очередь, конечно, в Казани. А получается так, что тренироваться негде. Ну вот спасибо, что люди нам предоставили такую возможность здесь тренироваться, но это маленький лед. А маленький лед – это все по-другому. По мнению наставнику, перспектив проведения чемпионата России по русскому хоккею в Казани пока никаких. Родной хоккейный стадион перед универсиадой превратился в футбольный. Не стоит пока рассчитывать и на трудовые резервы. А первый домашний матч «Динамовцы» должны провести в Казани уже 17 ноября.